Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Видеолепка, меня зовут Роман, и сегодня мы будем лепить две фигурки из нового фильма Человек-паук. Вдали от дома. Друзья, если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео, и нажмите на колокольчик. Сначала я слеплю Человека-паука в черном костюме. Сначала слеплю все основные элементы фигурки, и затем буду их собирать на каркасе из алюминиевой проволоки. Основной цвет, который мне понадобится при лепке этой фигурки, будет черным. Человек-паук. Вдали от дома. Фильм Джона Уотса о Человеке-пауке, мировая премьера которого, состоялась 26 июня 2019 года в Лос-Анджелесе. Является 23-й картиной кинематографической вселенной Марвел и прямым продолжением «Мстители. Финал», а также заключительной частью саги «Бесконечности». Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу, однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся. Питеру придется согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту. Бывший директор организации «ЩИТ» выходит на поиски Паркера и, наконец, разыскав молодого человека, обращается к нему с просьбой вступить в схватку с элементалами. Ник буквально по пятам следует за Питером, и в Венеции ему удается наконец высказать Питеру свою просьбу. У Паркера нет иного выбора, чем ответить на ее согласием. Дальше сюжет фильма рассказывать не буду, так как вам будет неинтересно смотреть фильм, если вы, конечно, еще его не смотрели. Основную часть фигурки я слепил, теперь буду лепить мелкие элементы костюма. А пока буду лепить, расскажу вам еще немного про элементалов. Элементалы или элементали были серией иллюзий, созданных с помощью проекторов и дронов, которые Квентин Бек использовал для разрушения мира, чтобы скрыть их настоящую сущность. Бек утверждал, что элементалы прибыли из Земли 833, возникшими в результате межпространственного разлома, вызванными щелчком. Элементали – они же духи стихий, дети природы, рожденные четырьмя стихиями, и, соответственно, способны ими управлять. Принято выделять четыре семейства элементалей – воздушные, огненные, водяные и земляные. Первый элементаль – песочный человек. Этот элементаль с возможностью контролировать элементом Земли. Второй – циклон элементаль с возможностью контролировать элементом воздуха. Третий – гидромен элементаль с возможностью контролировать элементом воды. Водяной элементаль смог захватить воду в Венеции и устроить различные наводнения. Четвертый – расплавленный человек. Самый сильный элементаль, по словам Куэнтина Бека, с возможностью контролировать элементом огня. И последний – объединенный элементаль. Элементаль с возможностью контролировать силу сразу всех четырех элементов. В комиксах элементалы – команда существ со стихийными силами, которые прибыли на Землю из другого измерения до назидания Атлантиды. Команда элементалей состояла из адского пламени, гидрона, магнума и зефира. В кинематографической вселенной Марвел они были заменены расплавленным человеком, гидроменом, песочным человеком и циклоном. Для лепки элементов костюма Человека-паука я расплющиваю пластилин, затем при помощи скальпеля вырезаю нужный элемент и затем соединяю его с фигуркой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, первая фигурка на сегодня готова. Вот такой у меня получился Черный Человек-паук. Далее я буду лепить фигурку огненного элементала. Для лепки мне понадобится много пластилина красного цвета и каркас из алюминиевой проволоки. Сначала слеплю внутреннюю часть фигурки. Субтитры сделал DimaTorzok Внутренняя часть готова. Далее при помощи пластилина оранжевого цвета будем делать детализацию. Элементаль огня состоит из расплавленного металла. Как раз при помощи оранжевого пластилина нужно это и показать. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Далее при помощи желтого пластилина подкрасим более горячие участки. Чтобы глаза были более выразительными, я решил подкрасить их еще белым пластилином. В общем, ребята, вот такая большая фигурка элементаля огня у меня получилась. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Ссылки на наши соцсети вы найдете в описании под этим роликом. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, поддержите наш канал, ну и конечно же подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Приветы от меня сегодня получают Лаврик Дарк, Аноним ТВ и Сокол ТВ. Ребята, передаю вам огромный привет. На этом мы с вами прощаемся. Желаем всем отличного настроения. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok